От Советского Информбюро Государство все чаще отбирает имущество, еще чаще говорит об этом. Подробнее о конфискациях мы поговорим с экономистом Сергеем Алексашенко. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Максим, добрый день, рад быть у вас в гостях снова. На ваш взгляд, вот эти законы, о которых так много говорится, в общем, уже даже голосуются. Это скорее пугалка или реальный способ, может быть, даже пополнить бюджет? Да нет, конечно, но пополнить бюджет это не серьезно, потому что все, что можно было отобрать, например, у Михаила Ходорковского, они уже отобрали. Да, и ЮКОС уже давно, лет 20 как, уже отобран. Все остальные российские оппозиционеры вместе взятые, ну, они обладают какими-то не очень большими. Ну, даже если вот там, не знаю, каждому добавить, не знаю, придумайте любую цифру, там, не знаю, 5 миллионов долларов, да, умножьте на, не знаю, тысячи человек, ну, 500 миллионов долларов, да. Ну, сколько там, 5 миллиардов долларов. Ну, в общем, это не те деньги, которые спасают российский бюджет. Нет, конечно, здесь никакого фискального интереса нет. Я думаю, что здесь есть, конечно, репрессии, да, это запугать, потому что понятно, что будет применяться избирательно и направлено на всех. То есть все должны понимать, что достанем. Не новичком достанем, но достанем таким образом. Вот, второе, что очень может быть, что есть корыстный интерес, да, так же, как вот с компаниями, акции, которых Путин забирает в управление Росимущества, так же активы, которые принадлежат людям, которые попадут под этот закон, они тоже могут передаваться кому-то в управление. Не обязательно же их забирать в казну, правда? Их можно передать кому-то в управление, чтобы они управляли. Ну, тоже интересное дело. Ну, вообще, мы видим это только по этому закону, по этим людям, но параллельно идет процесс, когда отбирают компании у западных, у российских предпринимателей. Ну, смотрите, Максим, есть, вот, надо точно делить, да, я понимаю, что дьявол в деталях, есть юридические тонкости. Одно дело отбирают, вот, чтобы совсем, а другое дело лишают прав управления, прав владения. Так, а чем это отличается? Ну, это отличается тем, что собственность юридически принадлежит вам. Да, то есть, вот, условно говоря, там, не у компании «Данон», не у компании «Карлсберг», не у компании «Дарольф» по состоянию на сегодня, и еще там, не знаю, десятка других компаний, акции владельцев не поменяли. Просто с указом Путина эти акции переданы в управление Росимуществом. То есть, какая-то такая очень непонятная формулировка, которая не соответствует Российскому гражданскому кодексу. Ну, не важно. Ну, это не важно. Путин сказал, значит, можно. Вот. Но, в принципе, если Путин завтра встанет с правой ноги, а не слева, он скажет, отдать их обратно. И вот все те владельцы этих компаний, которые есть, они снова станут владельцами. Да, то есть, это вот одним ростчерком пера, ну, или, не знаю, там, кто-то пойдет в суд, и Верховный суд признает, что этот указ не имеет юридической силы, поэтому все акции вернуть. Обратно людям, которые являются их владельцами. Это вот история, когда, что называется, попользовался, да, поматросил и бросил. И отдал обратно. Вот. А есть конфискация, в полной смысле слова. Да, это вот то, что тот же самый Рольф, на него в конце декабря генпрокуратура подала иск в суд о том, чтобы забрать акции в собственность государства. И было так еще несколько случаев, если мы вспомним назад, я уже даже сейчас, там, всякие химические предприятия, да, еще что-то такое. Ну, самое известное, это Башнефть, да, это еще давно было, я понимаю, Башкирская содовая компания, ну, и так далее, да. То есть вот это было несколько случаев, когда признавали, как правило, то, что приватизация была в 90-е годы сделана с нарушением чего-то, 30 лет спали, ничего не знали, а здесь проснулись и неожиданно увидели, что все разворовали. Ждете ли вы, что будет нарастать количество таких случаев? Отбора бизнеса? Да. Здесь же очень сложный вопрос, да, ведь мало отобрать бизнес, ведь он же отбирается для того, чтобы кто-то мог получать денежные потоки, управлять вот денежными потоками, в этом интерес. И если найдут бизнес, который может генерить денежный поток, если появится интересант, кто готов сказать, я готов этим поуправлять, то да, будут. Насколько вам кажется реалистичным сценарий, что вклады россиян, так или иначе, государство тоже будет использовать так, как ему хочется? Ну, я не очень понимаю, как это будет, да, если вы говорите о неудачной фразе министра финансов Силуанова, то речь обстоит совсем не об этом. О чем? Ну, он, знаете, вот есть люди, которые умеют говорить, есть люди, которые умеют писать, а есть люди, которые не умеют ни то, ни другого. Вот Антон Силуанов, он человек, который хорошо пишет. Он начинал свою карьеру в Минфине спичрайтером. То есть, когда я работал в Минфине, там, начало 90-х годов, он был спичрайтером, который там для министров писал доклады. То есть, он хорошо пишет, он хорошо владел, по крайней мере, письменным изложением. А говорить он не очень хорошо. Это же было сказано на совещании у Путина, где речь шла о том, что неплохо было бы, чтобы кто-то инвестировал в экономику страны. Вот об этом была речь. И тут Силуанов неожиданно, а он, собственно, Путин с ним общался. И Силуанов сказал, ну вот у нас есть у населения 40 триллионов рублей, пусть я, вот, и без продолжения. Да, то есть, вот, на самом деле, смысл этой фразы, которую должен был сказать Силуанов, это и есть вот тот самый инвестиционный ресурс, который теоретически может пойти, если создать условия, права, собственность, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но он то ли споткнулся, то ли заикнулся, то ли не успел подумать. Короче говоря, ведь все эти деньги, они же лежат не у россиян под подушкой. Собственно, если бы они лежали под подушкой, то их забрать было бы невозможно. Они лежат в банках. Какие у нас банки? Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, они все принадлежат государству. Ну так эти банки уже давно эти деньги вложили, куда им сказали нужным. Кто-то купил ОФЗ, кто-то прокредитовал, не знаю, там, Ивановскую или какую-нибудь Мурманскую область, да, кто-то дал кредит оборонным предприятиям, кто-то дал, не знаю, кредит Сечину или Миллеру на постройку дачи и так далее. Эти же деньги, они же не лежат вот в банке недвижимо. Банк, он на них зарабатывает. Поэтому вот сама по себе идея, что эти 40 триллионов можно взять и куда-то направить, она бредовая. Ну, простите, вот есть министры финансов, которые этого не понимают. Они же про финансы, они же не про банки. А если говорить о ценных бумагах, которые иногда государство выпускает во время войны, для того, чтобы, соответственно, получить эти деньги, насколько вы верите, что такие бумаги будут и будет некоторое принуждение к тем или иным собственникам приобретать? Максим, вот сказать, что я не верю, это будет неправдой, потому что в нашей стране может быть все. Да, то есть вот не заикайся, не зарекайся, что там этого не может быть. Но опять я возвращаюсь к предыдущему сюжету. А зачем? Вот те россияне, у которых есть деньги. Те же там, не знаю, там треть россиян, у которых есть банковские депозиты, у которых есть вообще сбережения. Они эти деньги несут в банке. И банки эти деньги размещают. Вот им сказали, купить надо ОФЗ. Они купили ОФЗ. Им сказали, что не надо покупать ОФЗ. Они не купили ОФЗ. Пока размер государственного долга у России очень маленький. Там порядка 20% ВВП, это внутренний и внешний долг. Проценты по обслуживанию долга, ну да, они растут быстро, но в масштабах бюджета деньги не очень большие. Там, по-моему, в пределах 800 миллиардов, 900 миллиардов рублей. Да, то есть, в общем, Минфин пока для него это не является серьезной проблемой. Вот, поэтому зачем? Зачем? Как это? Так можно все использовать. Бывшего губернатора аннексированного Севастополя задержали в Лондоне. А вы понимаете вообще, как он там оказался? Как он там счета открыл? И вообще, что это за история? Насколько я понимаю, ну, мы не знаем, когда у него счета открыты. Мы не знаем, когда он купил там дом. Потому что было сообщено, что в его доме арестовали. Но на него были сняты санкции Евросоюза, которые действовали. Сняты были санкции в 22-м году, насколько я понимаю. Поэтому юридически, ну, видимо, там британские санкции, они были как-то подвязаны. Я не разбирался с этой историей. Но, в принципе, там между Великобританией и Евросоюзом естественная координация в санкционной политике. Поэтому я думаю, что он, ну, если бы против него были санкции, так сказать, работали, да, то я сомневаюсь, что он мог бы попасть на территорию Великобритании. Давайте поговорим о поддержке Украины из двух, наверное, точек. Одна американская. Вы как раз недавно прилетели из Вашингтона. И я хочу вас спросить, насколько эта тема еще звучит там в избирательной кампании? Этой темы в избирательной кампании нет, Максим. Есть, был опрос месяца два, наверное, назад, какие внешнеполитические темы волнуют американцы в ходе предвыбранной кампании. Украина находится за пределами двух десятков. Это тревожная новость? Ну, для кого как. Для Украины, да, тревожная. Для Украины это тревожная, потому что, ну, и в принципе, вопросы внешней политики очень редко, когда бывают в центре предвыбранной кампании. А если вот Украина находится еще очень далеко, то понятно, что любые призывы к общественному мнению, что типа надо помогать, они не доходят. И конгрессменам при голосовании пакета помощи объяснить, что вот избиратели этого хочут, тоже тяжело. Конечно, это плохая новость. Ну, и то, что есть, лучше, в общем, горькое право, чем сладкое ложь. В Европе эта тема звучит больше. В Европе эта тема звучит больше, но ровно потому, что в Европе эта тема обсуждается не на уровне людей, которых избирают. Она обсуждается на уровне Еврокомиссии. А Еврокомиссия — это бюрократы. Они понимают, что они могут говорить то, что считают нужным. Они распоряжаются деньгами, в том числе могут выделять или не уделять помощь Украине. И при этом избиратель не может их, что называется, им не идти на выборы и не отвечать перед избирателем. Немножечко другая ситуация. В Америке вот таких полномочий, бюджетные полномочия строго принадлежат Конгрессу. И здесь за это выйти невозможно. Значит ли это... Ну, сейчас, Максим, ну вот если бы... Ведь, смотрите, мы говорим, что в Европе, да, но если мы Европу разделим отдельно на Еврокомиссию, а отдельно возьмем Францию, Италию, Германию, Словакию, Венгрию, Польшу и вот эти все 27 стран, то, в общем, картинка будет другая. Очень часто вы про Украину там мало чего слышите. Ну, может быть, Франция и Испании меньше, но в Германии слышно. Ну, в Германии слышно, Франция и Италия не слышно. А если консенсусом, так лучше вообще молчать. Но если говорить тогда о том, каким это будет год, в смысле хотя бы финансовой поддержки Украины, значит ли это, что у Путина хорошее время настает? Ну, это означает, что та стратегия, которую Путин обрисовал, как наша стратегия, нам играть, она в сети, ну, его сценарий, он работает, что мы за счет войны на истощение заставим Европу и Запад вообще задуматься о том, нужно ли это. У них начнется предвыбранная кампания, начнут между собой спорить, и поддержка Украины закончится. Собственно говоря, она может закончиться не совсем, она может сократиться резко, она может задерживаться. Но, собственно говоря, вот этот сценарий, который Путин закладывал летом 22-го года, объявляя, что он переходит к затяжной войне, к войне на истощение, да, сценарий работает. Разные сценарии обхода венгерского вета, на ваш взгляд, не дают никакого оптимизма Украине? Максим, смотрите, я прочитал сегодня с утра сообщение, что вроде как Совет ЕС утвердил выделение помощи Украине, но такие же сообщения были и раньше несколько раз, да, поэтому дьявол в деталях, подождем, посмотрим. Есть принципиальная разница между позицией Евросоюза и США, такая асимметрия. Америка дает больше оружия, Европа дает больше денег, а вместе Украине нужно и то, и другое. Поэтому Евросоюз, даже если Евросоюз выделит вот эти обещанные 50 миллиардов евро на поддержку Украины, от этого это не означает, что у украинской армии появится больше вооружения. И если американский конгресс вдруг проголосует этот пакет помощи Украине, и президент Байден начнет выдавать оружие, а Евросоюз не будет выдавать деньги, то это означает, что у украинского бюджета не будет денег для оплаты армии. Ведь на самом деле украинский бюджет по расходам очень грубо, 50% на войну, 50% на все остальное. Вот все остальное финансируется за счет денег Евросоюза в основном и немножко Соединенных Штатов. А вся война финансируется за счет бюджета Украины. Вот если нет денег на финансирование, нет половины денег, значит вот вы не можете финансировать всю остальную часть бюджета. Позитивного сценария не видно? Ну вот нарисовать можно. Вдруг позитивный сценарий, один из возможных, что в американском конгрессе разобьют пакет, который Байден внес туда в середине октября, объединив Украину, Израиль, Тайвань и границу, поскольку по границе не хотят договариваться. До Нового года Байден не хотел договариваться, а сейчас Трамп сказал, что не надо, потому что это будет наш предвыборный лозунг, мы будем говорить, что демократы не могут решить эту проблему. Появилась идея, некая такая гипотеза о том, что пакет разобьют, оставят Украину, Израиль, Тайвань, проголосуют, а границу отложат. Это вот такой оптимистический сценарий для Америки. Для Евросоюза, ну мне кажется, что для Евросоюза все-таки это вопрос скорее времени. То есть Евросоюз может, Евросоюз в конечном итоге примет решение по деньгам, найдут ту или иную схему, но просто это случится либо сегодня, вот как мы прочитали в новостях, либо еще через какое-то время. Но каким-то образом Венгрию дожмут. Но я так понимаю, с вашей точки зрения, у Владимира Путина нет проблем с финансированием войны? Ну, у Владимира Путина нет проблем с финансированием войны, не было. Я же понимаю, что 2-4, и многим это не нравится, потому что хочется, чтобы было СМ, ВОСМ, как-то вот, ну чуть-чуть, гибко, так сказать. Да не все так однозначно. Хотя бы 5 в конце концов. Ну, хотя бы 4 с половиной, да. Вот, но, в принципе, я все время же говорил, да, вот, начиная с 24 февраля, что с чем, с чем, а с финансированием войны у Путина проблем не будет. Потому что для него это вопрос не бюджетный, не экономический. Для него это политический вопрос. У него есть политическая цель довести войну до победного конца, победы в том виде, в каком он ее видит. Я сомневаюсь, что у него есть четкое видение победы, но чтобы он сказал, все, мы победим. Вот на этой, я готов поставить точку, мы победили. Вот, и для этого, ну, я не знаю, там, я могу представить себе, что еще там в полтора-два раза больше, там, если есть куда тратить деньги, Путин готов потратить на войну. Последний вопрос. Хочу вас спросить про последний месяц, а точнее про Надеждина, который за этот месяц, вот, сначала показал очереди, да, сдал эти самые подписи и стал таким, ну, по крайней мере, центром обсуждения. Вас удивила эта история? Удивила. Удивила, вот, потому что, ну, власть, в моем понимании, допускает по состоянию на сегодня некоторую ошибку, давая свободу выражения антивоенным настроениям. Да, пусть очень ограничено, да, пусть в форме очереди за подписи, для того, чтобы оставить подпись в поддержку Надеждина, но это проявляется, это видно, и люди об этом начинают, люди начинают это видеть и это говорить. Вот, но я бы не придавал этому такого сверхзначения, потому что если Надеждина не регистрирует, то обо всем этом, ну, не знаю, через месяц все забудут, да, просто об этом, ну, да, был такой, ведь был Хабаровск, был, были протесты в Башкирии, были. Поэтому, вот, это как-то событие, да, ну, это факт, но не событие, новость, но не событие, да, вот как вот, да, ваши коллеги любят говорить, да, да, это новость, но станет ли она событием, это предстоит нам увидеть. Событие это то, что имеет последствия, как нас учат поглядить. Да, безусловно, у события всегда есть последствия. Будем смотреть за последствиями. Будем наблюдать, да, как говорит другой, ваш очень знакомый. Спасибо большое, Сергей Алексашенко был в студии на русском. Спасибо, что заглянули. Субтитры сделал DimaTorzok